Субтитры делал DimaTorzok На самом деле такой человек в жизни, могу похвастаться этим. Но если со своей стороны говорить, конечно, я не настолько идеальный, может быть, человек, не настолько, может быть, чистый, как мне. Ну, может, мне так кажется, не знаю. Но мне очень приятно было вживаться в эту роль и искать именно вот эти ноты настоящего человека с глубокими чувствами, качествами, наверное, не знаю. Насколько это получилось судить зрителю, но я очень старался, потому что мне нравится мой герой, и я, наверное, хотел бы быть на него похожим. А расскажите, как проходил кастинг? Что вам пришлось прочитать, чтобы убедить режиссеру, взять именно вас? Ну, это удивительная история из серии, что Султан Хажирока, режиссер этого фильма, он изначально меня приглашал на роль хореографа. Я являюсь хореографом, постановщиком в этом фильме, так и осталось. То есть не было речи о главном герое. И буквально, вот как он говорил тоже на пресс-конференции, за две недели он, ну, видимо, в голове у него эта мысль была, но он ее не говорил. И я могу, по сути, сказать, что я не участвовал в кастингах, и был приглашен на главную роль режиссером этого фильма, и, ну, вроде бы он остался доволен результатом. Ну, вы, на самом деле, шедеврально справились лично от себя, свой отзыв хочу добавить. Вот, а по поводу постановок, то есть вы, получается, сами все эти танцы придумали, поставили? Да, я, моя прямая профессия, это хореограф-постановщик прежде всего. Так что хореографическая часть, она на мне. А для вас вот такие истории в жизни, они свойственны? То есть вы уже, то есть теряли свою любовь? Ну, я не могу сказать, что у меня какая-то была большая, огромная любовь, но я знаю, что это за чувства, когда есть какие-то, когда планы меняются, так скажем. А самый необычный момент на съемках? Самый необычный момент, ну, вот если по фильму судить, он такой, наверное, самый, ну, реально самый необычный, это съемки в трамвае. Когда мы танцевали в трамвае, и целый день мы записывали, я не знаю, сколько дублей там было, десятки дублей просто, в жару с 38 градусов. Вот это, наверное, такой момент, который запомнился, он как бы и много сил забрал, эмоции, и он удивил нас самих из-за того, что неужели можно сделать то, что мы делали в таких условиях, в трамвае. Вот неужели это возможно? Для нас, по крайней мере, для меня, по крайней мере. То есть меня режиссер в какие-то вот рамки закинул и говорил, все, действуй, все, назад пути нет. Вот, и вроде справились. Круто это. А как вы считаете, вот лично для себя, почему режиссер все-таки не захотел сделать хэппи-энд? Я могу поспорить с вами, потому что это отчасти хэппи-энд для меня. Я, может быть, сейчас не буду раскрывать тайну конца фильма. То есть будет вторая часть, возможно, да? Дай бог, ну, многие еще не посмотрели. Поэтому я думаю, что в какой-то степени это все-таки хэппи-энд, потому что жизнь не остановилась. То есть жизнь продолжилась, да, но главная героиня все равно же, она умерла. Да? Или нет? Это покажет дальнейшая жизнь. Вдруг она не умерла? По крайней мере, ее дух всегда будет с нами, потому что она шикарная. Да, а непосредственно, то есть вас... Я не хочу, я не говорю, что она умерла. Нет, вас вот с Миланой, исполнительницей главной роли, вот связывают только сценические отношения или что-то большее? Потому что вы так искренне играли, а сопереживали друг к другу. Спасибо за этот комплимент, если мы реально смогли убедить вас. Но на самом деле я со спокойной такой душой скажу, что нас объединяют исключительно... Мы реально подружились на съемочной площадке, мы можем называться... У нас чистые взаимные отношения. То есть если вы говорите о каких-то... Влюбились ли мы друг друга и так далее, я думаю, нет, но самое крутое, что между нами есть, я думаю, мы научились друг друга благодаря этому фильму. Не научились, а стали уважать, понимать. Потому что мы открыли, можно сказать, в фильме, благодаря фильму мы открыли, как сказать, тайны своего внутреннего мира, да. Режиссер нам поставил задачу это показать. То, что я, может быть, если бы вы были моей девушкой, вам не показал, как кавказский мужчина. А вы кавказский мужчина, да? Я же осетин. Алан чистокровный, не видно? Головоклазый. Вы не знали? Ну, да, вы говорили, конечно. Будете знать, да. Так что в этот момент он произошел, поэтому, грубо говоря, я открыл ей свою душу на съемочной площадке, и она мне тоже. И мы старались не обманывать друг друга для того, чтобы вы заплакали в зрительном зале. А сложно ли было играть все-таки не с профессиональной актрисой? Потому что Милана, она же тоже неожиданно попала на съемки. Давайте так, я в кино снимался в большом первый раз. У меня есть большой опыт, конечно, и на драматической сцене, и на балетной сцене, как исполнитель, да. В этом смысле я не могу прям так громко говорить, но скажу честно, я не скрываю, что, конечно, мне было сложновато с Миланой, потому что я в какой-то степени, может быть, даже психологически всегда думал за двоих на съемочной площадке, как ей помочь и так далее. Хотя, может быть, в каких-то моментах я сам нуждался в помощи. Но я всегда говорю так, исход важен. Можно, я не знаю, там через тернии пройти, но главное, чтобы это в конце, ты понял, ради чего это все. И вот сегодня, я надеюсь, если вы удовлетворены, или вам понравилось, или вас частичку сердца вашего задел этот фильм, то, значит, все не зря прошло. И не зря мы трудились и старались. Нет, конечно, не зря. А лично для вас, что вы ждете от этого фильма? Понятно, что после 17 декабря вы, наверное, на Кавказе проснетесь знаменитостью. Но кроме этого, вот лично для вас? Мне, на самом деле, это вот для меня почему-то сложный вопрос. Вы знаете, чего я жду от этого фильма, от исхода? Я жду то, что люди, которые придут в зрительный зал, вот, даже те люди, которые придут, может быть, с тяжелым сердцем в зрительный зал, в плане того, что, ну, придут как бы из серии просто, ну, а ну, что они там сделали, да? Я хочу, чтобы они все исцелились, чтобы они все вышли и задумались немного о том, вот как главная героиня говорит о том, что если бы ты жил 70 лет, вот, сколько раз бы ты увидел закат и рассвет. Я уверен, что режиссер хотел именно этот сделать, результат, что был в этом, чтобы человек, который посмотрел этот фильм и вышел с кинозала, он задумался о своей дальнейшей жизни и стал немного чище, исцелился. Вот это самое главное. А если бы вы могли что-то изменить в своей жизни, вот, какие вещи вы бы изменили? Спросите меня об этом, когда мне будет 100 лет, я вам отвечу. Хорошо, тогда ваша мечта и чего бы вы хотели достичь? Моя мечта? Если это касается карьеры, моя мечта, чтобы я никогда не пожрел о том, что выбрал этот путь, о том, чтобы был мир на земле и Россия всегда была первой. Спасибо большое за ваши ответы. И можно вас, может быть, попросить что-то повторить хореографическое из фильма специально для фэшн-концерта? Короткое. Короткое, да. Я просто сделаю одно па. Кокаев Алан специально для фэшн-концерт. Субтитры сделал DimaTorzok